Ну да, то вся история. Весь Кокоринь, я же взял ему пудло, видишь, то уже все. Да. Ты сам, на каше, зустричь була, то я тут был, с ним. Потому что каждый тиждень, когда был. Ну, что у нас будет? Скуртендрон. Беликий Березный, наш Мичурин. Каменца Владик, то не знаю, но все его знают. Владик, даже нам расскажи. И что росли? Кілька лет назад появилась такая идея, закласти парк экзотов, дерев-гигантов, або дерев, которые растут очень долго и длительный час. 4-6 тысяч лет. Такие виды, которые растут вот это. Вот первое начинание наше. Сегодня заклали несколько саджанцев, которые посадили, это, переважно, секвейдендрон гигантский. Кроме этого, эвкалипт снижный, альпийский. И солнечник мензиса. Ну, это более субтропичная культура. А секвейдендрон и эвкалипт, это культуры, которые растут на достаточно поважных высотах. И переносят, ну, они зимостейкие. Переносят минусовые температуры. И наши климатические условия для них идеальны. То есть приходят, они тоже растут. Вот, собралися с людьми, которые не байдужи просто, которые готовы помогать и делать что-то для громады. Тут идея какая-то, что нас уже не будет, а эти деревья, если Бог приймется и все будет хорошо, и никто их не не поломает и не повредит, то далеко в долгий-долгий после нас час эти деревья будут рости, и будет памятка про нас. 14 штук, да, мы сегодня? 14 саджанцев посадили, 5 солнечников мензиса, 7 секвейдендронів гигантских, один колоцедрус або калифорнийский кедр и один эвкалепт альпийский снежник. Так это выглядит, обмотали стрички от вандалов, надеемся, что все будет хорошо. Уже две пробки были в прошлых годах, все было уничтожено. То у нас что тут росте? Суничник мензиса, по-россски будет земляничное дерево, Нензиса, так больше его знают. Что мы имеем? Это именно здесь 5, в одной локации, потому что они очень хорошо как бы... Ансамбль створяют. Да, неплохо ансамбль, они там червенно-червонные стовбуры, вечно зеленые. Текстура, кора, подобная на платан, но с червенно-загляным оттенком. И еще дальше. То у нас эвкаліпт, альпийский снижный, очень редкий вид для Украины. Это тоже вечно зелена рослина. Рослина. Очень хорошо воно в мене росла, на подвиконе. Сейчас посмотрим, как будет в натуре. Витрина. Витрина. Дуже низкие температури. Росте, переважно в Австралії, в горах, на высотах біля 3000 метров над Рівнем моря. Витрина. Дуже доброе дерево. Не великое, оно росте до 10 метров в высоту, но очень хорошо имеет текстуру. Гарный сам стовбур. Будем увидеть, если приймется, то будет хорошо ростеть. Я думаю, что за годы 10-15 оно уже будет иметь красивый вид. Дальше у вас. О, переходим к... Это мрия была выросла из насыния. Сиквоедендрон гигантский, або Велингтония, что его называют, або мамонтовое дерево. Найбільше по объему дерева в мире росте до 4,5-5, даже до 6000 лет. Найбільше дерево это Генерал Шерман в Калифорнии. Оно мает около 100 метров в высоту. Диаметр стовбура 15 метров. Очень красивый. И вообще это... У нас на Закарпатте... На Закарпатте есть в Ботаническом суде в Ужгороде росте 2 дерева. Им около 70-80 лет. Есть 4 дерева в Лісгоспе в Межгирском. И, насколько мне известно, приватных есть по одному экземпляру у многих людей. Но это... Мы высадили сколько штук? Мы высадили сейчас 7 саджанцев. Но еще я на подходе до меньшего. Если Бог приймется, будет неплохой результат. Вот 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 фактически все ци циклоидендроны гигантские то же самое. Ну уже сейчас. Саджанец мает меньше року. Ого! Его высота где-то 25 сантиметров. 25 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 26 25 25 27 27 29 20 25 29 30 30 30 29 30 30 30 30 50-60 метров в высоту. Дуже прикольное дерево. И в перспективе можно его использовать как ялинку на новорождение света. Чтобы не рубить здесь, не привозить каждый рейк. Это просто в эстетике. Одна из самых красивых культур. Это эстетика. Дай Бог, все приймется и все будет. Тут у нас это тоже циклоидендрони. Я скажу, мы сегодня 7 посадили. Чтобы все принялись, это будет супер. В Украине нет. В этом месте росло столько земляров. В перспективе есть надея, что у меня там подростают саджанцы и других видов, которые тоже есть деревья гигантами. Там и кедры. И ливанский кедр, и гималайский, и атласский. И сосна жефрея, сосна бальфура, остистая сосна. Это самое старое дерево на планете. Сейчас у меня есть несколько саджанцев из насыния, которые прошли. Буду надеяться, что они выживут. Если выживут, то все будет хорошо. Но на следующий год посадим еще и остистую сосну. Это самое старое дерево. Вообще зафиксировано в мире. Секвоя, да? Секвоя, наверное. Еще одна секвоя. И там на дальнем плане еще одна последняя. Тоже секвоя будет. Туда уже идти не будем. И зафиксируем. В планах есть посадить для проби даже на Яворнику. Вадик нам даст. Даже не вдастся. Пойде с нами, даст. То все же. Пойдем вместе и посадим на Яворнику еще. Да. Я думаю, что даже три можно посадить. То будет классно, если они приймутся, выживут там. Наверное, на вершине будет три великих янских деревьев. Если Бог них тут не поламает, то будет все в целости и сохранности. Будет расти и радовать окожителям. Попередние посадения были все обламаны. Так что надеемся, мы же обмотали червеной специальной такой стричкой. Надеемся, что это будет расти, 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 и никто не может это ломать.